Всем привет! Продолжаем улучшать игрушку. Посмотрел я, значит, с разных сторон и решил, что очень уж она угловатая. Надо бы сгладить углы. Чуть погуглил, чуть поразрабатывал и были добавлены два вот такие параметры. Это вот скругление. Здесь отсутствие скругления. Скругление на конус, фаска. И есть скругление сферическое. Оно же просто скругление в нормальной инженерной литературе. Также здесь можно менять, значит, радиус скругления. В данном случае это два. И можно, например, увеличить. Так получилось. Для того, чтобы добавить вот эти скругления или фаски, был использован эффект Минковский. Рендеринг которого занимает очень много времени в OpenScade. В моем случае, в случае вот этой фаски, это было минут 25. А в случае само скругления или сферического скругления, как оно у меня называется, это было около 45 минут. Выведем все так быстро, потому что результаты были сохранены в кэш и просто подгружены. После того, как все долго прорендерится, оно быстро подхватывается. Но вот если просто загрузить и поменять, то будет очень долго. Также эффект Минковский известен тем, что если применить его к фигуре, то размер фигуры увеличивается. Чтобы это исправить, была сделана нормализация размеров модели. Сделал 4 варианта моделей с различными радиусами и скруглением. Был выбран самый красивый, с моей точки зрения. И созданные STEL файлы отправлены на печать. Ссылки на файлы будут в описании под видео на STEL и на саму оригинальную модель. Вот все было напечатано. Была напечатана модель с фасками, модель со скруглением. Вот для сравнения угловатая модель, с которой все началось. Печать в варианте с фаской и в варианте со скруглением. И занял одинаковое количество времени. Это 7 часов 20 минут. Сама печать. Плюс смена филамента. Плюс разогревание стола. Охлаждение стола. Итого получилось около 9 часов. Вес модели с фасками и модели со скруглениями отличается незначительно. Там 67,1 и 67,4 грамма. Сейчас все это соберу. Если кому-то интересно, справа сверху будет ссылка на видеосборки. Там я собирал вот этого песика. Он хоть и угловатый, но принцип как ее собирать остался тем же. Никакой, как говорится, разницы. Модели собраны. Вариант с фасками. И вариант со скруглениями. Еще один момент. Спасибо подписчику. Напомнил, что есть вот такая замечательная штука, как ПТФЕ трубка. 4-миллиметровая. Проверил, колеса вращаются даже лучше, чем раньше. Ну и для сравнения старая угловатая модель. В ней, кстати, тоже поменял оси, используя ПТФЕ трубку. И проверим, как они так происходят. Угловатая модель. Модель с фасками. И модель со скруглениями. В общей разнице никакой, потому что механическая часть одна и та же. Да, и как видите, я выбрал широкие лапы, которые мне нравятся. По-моему, они лучше. По крайней мере, пёсик может стоять. Всем спасибо за внимание. И будем живы до следующих выпусков. Пока-пока. Не забывайте подписываться на YouTube и Telegram.